Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции, видеоролика следующая. Мы знакомимся дальше с точкой R4.Jun. Точка R4.Jun имеет свойство тонизировать, активизировать, возбуждать, помогать собственному меридиану почек, к которому она относится, данный меридиан, по левую руку мою. Активизировать данный меридиан. То есть, простыми словами, если у человека данный меридиан почек не выполняет свою функцию, либо находится в хроническом состоянии, слабый, вялый, скажем так, не работает он, обленился, либо в нем иссякла энергия. Это относится как к мужчин, так и к женщин. Здесь нет выбора, потому что и у мужчин, и у женщин, что жизненная энергия иссякает. И, конечно же, почки относятся к жизненному потенциалу человеку, к родовому наследственной энергии, что передается по роду. И, конечно же, человек со временем что? Ну, просто молодость проходит, наступает в преклонный возраст, либо почтенный возраст, и у человека иссякает энергия, человек что? Становится старым человеком, либо чувствует приближение к старости. То периодически для запуска меридиана почек, сразу говорю, здесь не надо злоупотреблять данные точки, не думайте, что нам возродит молодость, вернет вам потенцию мужчины, сразу говорю, не думайте. Мы воспользуемся данной точкой для чего? Для активизации своих жизненных сил, для чего? Для нормальной, полноценной жизни. Чтобы жизнь была не в обузу человеку, а в радость. Чтобы он радовался, потому что дух уныния считается очень огромным грехом. Вот чтобы мы гнали этот дух, пожалуйста, мы можем воспользоваться данной точкой, привести в движение данный меридиан, который начнет выполнять свою функцию. Поверьте, функции на сегодняшний день меридиана почек до конца не исследованы. Не исследованы. Но мы о них будем еще говорить не раз, и, конечно же, что-то новое мы преподнесем вам. Итак, точка R4-да-джун тонизирует данный меридиан, возбуждает, активизирует, приводит его, что заставляет его работать, либо помогает ему выполнять свои функции. Но здесь не перегибайте палку и знайте, сколько дать энергии в данную точку. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин